Крымский виноград. Сбор основной части урожая виноградников, успевшего окончательно поспеть, приходится на бархатный сезон. Виноградарство является одной из ведущих отраслей Крымского полуострова в течение нескольких столетий. Первые урожаи винограда начинают поспевать с началом августа. В данной области практикуется выращивание как технических, так и столовых сортов. Сорта технического назначения используются для изготовления винных напитков, соков и изюма. При подборе сортовых наименований необходимо учитывать ряд основных критериев, а также обратить внимание на требования кадра техники ухода. Сорта для выращивания в Крыму. Прайс-лист рекомендованных сортов для выращивания в данном регионе, различающихся между собой вкусовыми качествами и временем, когда в Крыму созревает виноград, входит Агадарь – это средне-поздний столовый сорт дагестанского происхождения. Хорошо растет в условиях соленого грунта. Пригоден для хранения в течение продолжительного времени и к транспортировке на дальнее расстояние. Цвет листьев светло-зеленый. Гроздь крупная, длиной около 32 см. Форма гроздь дезаострена, цилиндрическая, вес 1 кг. Форма плода овальная, вес 7 г, цвет желтовато-зеленый. Кожура тонкая, структура, начинающая хрустить при употреблении. Из-за низкого содержания сахаров, вкусовые качества плодов значительно уступают другим сортам. Употребляется как в свежесобранном, так и в консервированном виде. Альвилия крымский – это средне-ранний технический винный сорт испанского происхождения. Форма листа круглая, цвет темно-зеленый. Гроздь небольшая 15 см длиной, цилиндра конической формы, массой 90 г. Круглые виноградины отличаются небольшими размерами, зеленовато-желтым окрасом, весом 1,5 г, с тонкой кожурой и сочной консистенцией мякоти. Вкус сладкий. Лоза хорошо растет в неблагоприятных условиях, устойчива к филоксерии. Баян Ширюэ – это высокоурожайный, средне-поздний и технический. Сорт азербайджанского происхождения. Крупный по размеру листок, круглый по форме. Средний размер цилиндра конической грозди. Виноградина средняя по размеру, круглые формы, цвета зеленовато-желтого. Кожура уплотненная. Структура мякоти отличается сочностью. Сорт неустойчив к заморозкам. Применяется в изготовлении вин, коньяков и соков. Вердельо – это средний ранний сахаристый технический сорт испанского происхождения. Среднеразмерный листок круглой формы, светло-зеленый. Размер грозди мелкий, длиной 10 см по форме и ширококоническая, вес 100 граммовый. Ягоды небольшие по размеру, овальной формы, зеленовато-желтоватые. Кожура тонкая. Мякоть отличается сочностью структуры и сладким вкусом. Галам – это средний, поздний, высокоурожайный столовый винный сорт болгарского происхождения. Размер круглого листа крупный, окрас темно-зеленый. Размер грозди крупный, форма коническая. Круглая виноградина большая по размеру, желтовато-зеленого оттенка, с тонкой кожурой. Мякоть отличается мясистостью и сочностью, консистенцией и сладким вкусом. Урожай используется при изготовлении вин коньяков, также употребляется свежесобранным. Гарас левелю – это средне-поздний и технический. Винный сорт болгарского происхождения. Листья отличаются средней размерностью, круглые, темно-зеленые. Размеры отдельных гроздей небольшие, они удлиненно-цилиндрические. Плод круглой формы, цвета зеленовато-желтого, вкус ягод сладкий. Тонкая структура кожуры, консистенция мякоти сочная. Сорт устойчивый к филоксерии, грули МЦ Ваня – это технически винный сорт грузинского происхождения, зрелость плодов, которого достигается в поздние сроки. Темно-зеленый округлый лист. Форма грозди коническая. Размер плода средний, форма круглая, цвет желто-зеленый, вкус сладкий. Кожура тонкая. Консистенция мякоти сочная, структура мясистоплотная. Десертный – это средний ранний столовый сорт, ягоды которого отличаются мускатным ароматом. Размеры листков небольшие, форма круглая. Гроздь имеет цилиндрическую форму. Размеры плода большие, форма длинненовальная, окрас темно-красный, местами розовый. Консистенция мякоти сочная. Джура узюм – это высокоурожайная сортовая разновидность средней позднего столового винограда. Гроздь крупноразмерная, вес 500 грамм, форма коническая. Виноградины крупные, весом 7 грамм, форма круглая, цвет светло-зеленый. Пригоден для хранения в холодильнике. Жемчуг саба – это раннеспелый столовый сорт, ягоды которого отличаются мускатным ароматом. Размеры листков некрупные, окрас светло-зеленый. Гроздь средняя, весит 117 грамм. Среднеразмерные виноградины отличаются круглой формой и желтовато-зеленым окрасом, вес 150 грамм. Кожура тонкая. Консистенция мякоти сочная. Эрши Ольвер – это средний ранний столовый винный сорт венгерского происхождения, ягоды которого имеют мускатный аромат. Оттенок листьев светло-зеленый. Длина гроздь 14 сантиметров, вес 138 грамм. Размер лода средний, форма круглая, цвета светло-золотистого, весом 200 грамм. Кожура плотная. Консистенция мякоти сочная. Сорт имеет устойчивость к подгниванию виноградин. Используется в свежесобранном виде и для изготовления вин карабурную, это средний-поздний столовый сорт. Размеры листьев средний, окрас светло-зеленый, с наличием бронзового отлива. Гроздь отличается большим размером, длина 27 сантиметров, форма цилиндраконической, массой 700 грамм. Виноградины крупные по размеру продолговатой формы, цвета золотисто-желтого, с толстой кожурой. Структура мякоти мясисто-сочная. Пригоден для хранения холодильники, как у белой, это средний-поздний винный сорт. Размер листа крупный цвет, светло-зеленый. Длина грозди 17 сантиметров, вес 190 грамм. Размеры ягод крупнее среднего, форма овальная, оттенок желтовато-зеленый. Кожура плотная. Консистенция мякоти сочная. Сортовой крымский белый виноград используется при изготовлении вины и соков. Жемчуг саба критерии при подборе сорта. Выбирая крымский виноград для выращивания на этом полуострове, следует обращать внимание на ряд критериев. Количественный показатель. Урожайности. Ранний вира. Тербаш. Качество возревания побегов. Десертный. Мускат. Белый. Показатель устойчивости к болезням. Чауш. Белый. Альбилия. Крымский. Холодоустойчивость винограда. В Крыму, Сильванер, Мальвазия, Красная. Критерии при подборе сорта. Сорта для начинающих виноградарей. Наиболее простыми сортовыми разновидностями для высадки в домашний виноградник, агротехника которых доступна для непрофессионалов. Считается виноградный сорт ранний вира столового назначения, с сочными зелеными крупноразмерными виноградинами и новый узбекский. Столовый сорт винограда, растущего в Крыму, Джура Узюм, отличающийся высокими показателями урожайности, с крупными светло-зелеными плодами, пригодными для дальнейшего хранения в холодильнике. Рекомендации по выращиванию. Важно! После завершения посадочных мероприятий необходимо сразу перейти к выполнению работ по рыхлению грунта. В весенний сезон необходимо произвести обрезку однолетнего побега на уровне почвенного слоя, если местом выращивания является теплица на две почки выше. В конце мая проводится проверка приживаемости посаженных саженцев, удаляя засосшие фрагменты с почками, не успевшими созреть. Полив проводится два или три раза в сезон, в зависимости от погодных условий. Также необходимо проведение профилактических мер против заболеваний и вредителей. Полезный совет. Рекомендуется удалять поверхностные корни у молодых виноградных кустарников, чтобы увеличить количественное созревание с обработанной таким образом лозы. Наиболее простым способом подвязки виноградных кустов считается зеленый метод, который заключается в закреплении побегов на опору. Под прямым углом до того, как начнут зреть плоды. Процесс заготовки черенков для разведения заключается в нарезке их на 15-сантиметровые побеги, очистке, обработке путем вымачивания. В стимуляторе роста корневиня, тщательной просушки, после чего каждый будущий саженец закладывается на хранение с соблюдением прохладной плюс 5-осной температуры помещений. Осуществить выращивание винограда в таком жарком регионе, как Крымский полуостров, можно любого из множества доступных сортов, как столового, так и технического назначения. Подобрать подходящий для своего виноградника крымский сорт винограда сможет как начинающий виноградарь, так и профессиональный производитель, специализирующийся на таком ремесле, как виноградарство.